Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам хочу показать один из вариантов монтажа нагревательного кабеля теплого пола. Смотрим. Значит, вот что мы имеем. Сделана змеевидная штраба. В ней уложен кабель. Плюс такого монтажа то, что мы избавляемся уже при чистовой стяжке. Мы избавляемся от ненужной высоты, которая даст нам сам нагревательный кабель. То есть, если суммарно мы сложим саму толщину кабеля плюс толщина плитки или любого другого покрытия, будь то ламинат или паркетная доска, то в зоне разграничивания у нас в другой комнате у нас получится уродливый Г-образный плинтус, говорю, накладка. Дело это занимает всего лишь пару часов на разметку, на штрабление при использовании хорошего штрабореза и хорошего пылесоса пыли практически нет. А точнее, ее вообще не. Выглядит это все дело вот так. Шаг раскладки определяет сам мастер в зависимости от толщины кабеля, в зависимости от КПД кабеля, от фирмы и от страны производителя, которые даны на упаковке. То есть, сейчас у меня это 9 сантиметров между штрабами, потому что у меня кабель толщиной 7 миллиметров. Это очень толстый кабель для теплого пола. Вот. И у него очень большое КПД идет. Значит, плюсы, что еще не прибавляется высота, быстрый монтаж. Хочу обратить внимание, чтобы все углы были довернуты вот так. То есть, никаких резких заломов и тому подобное. И заделывается просто плиточным клеем, и сверху укладывается плитка. Сверху укладывается плитка, и вот у нас общая толщина какая-то получается. То есть, это уже смоделированная модель полов, плитки. И поле не обрезается. И все, и состыкуется с анонопольным покрытием. Вот как-то вот так, друзья. Всем спасибо за просмотр. Кому было интересно, ставим лайки. Кому было неинтересно, ставим дизлайки. Всем пока!